раннее утро в половину восьмого солнышко постепенно поднимается вверх и гора так красиво оттеняется а ночью эти домики которые на горе они светились и только деньки были же очень красивым смотрелось такая свежесть идет от озера и мало того что свежесть и прохлада в общем очень приятные ощущения и солнышко уже видите как гора светила по-другому 75 километров 17 километров самая широкая южная сторона и я пройдусь то есть да пройдусь нет потому что в автобусе нельзя но потом я вам покажу когда у нас если будет возможность у меня есть карта она продолговатой формы имеет и самое широкое место это южная сторона и вот там этот полуостров который разделяет озеро конец озера на западную и на восточную сторону в одно и то же время находиться с одной стороны находиться с другой это как будто разные два озера термы опять же да ну на будущее если будете такие места или там потому что у нас множество с другой стороны еще выше отелей поэтому конец озера это северная и на скалы прямо построены друг над другом эти отели эти апартаменты и оттуда открывается прекраснейший вид даже ночью вот когда луна полная она прямо отражение и вода как вчера гладкая гладко то прям падает и все как в сказке но и термы есть маленькие термы есть как санаторий который предлагает если 4 звездочные 3 звездочные если вы заметили здесь 3 звездочные подходе 4 звездочным отелем здесь кормят хорошо как вчера говорила ну и другой отдых отличается дороже чуть-чуть чем это даже не чуть-чуть больше по сравнению с другими территориями но стоит этого стоит и я очень рада что был отель выбран здесь на это место где вы сможете смогли насладиться уточки с правой стороны вот это джерману реале которые мы видим утки который потом начинается вот с 2 30 начинается охота на них на этих уток бедные бегут в разные стороны очень много магнолий очень много растений винограда виноградников очень много но на высокой территории вот здесь оливковое масло оливковые рощи обнаружила вот эти три деревья на черешник и орех не приживается поблизости к лагуне мелкие такие вообще ничего вот поэтому черешня у нас вот верона печенца и тревизу выращивают очень крупные такие и вот в сентябре уже прошел праздник у нас есть такое местность морозтика где считается родина черешин печенцы провинции печенцы центральная площадь выполнена шахматная доска и один раз в два года играет по четным годам играть партию живых фигур вот эта традиция вы когда вы дали замуж одну девочку из знатной семьи то те которые управляли морозтикой устроили вот эту шахматную игру из живых фигур кто бы выиграл тогда к тому и дали девушку но участвовали непростые люди солдаты видите иногда из этих да из уже не знали чем отличаться что вот это и такие разные игры которые потом выполняли важную роль в жизни и лентуанская площадь и она обставлена семьдесят восемь статуй в честь уроженцев которые люди которые родились здесь и которые творили которые добились статуса большого или в литературе философии или в медицине юридическое направление или какие-то художники архитекторы или те которые посещали паду работали как галилео галилея например считается очень важным он работал 10 лет преподавал математику в этом университете и поэтому галилео галилея для нас очень важно город без травы за счет этой площади хотя сейчас она зеленая а раньше она была не зеленой потом город с открытыми дверями в центре паду и самое лучшее кофе можно пить в европу даже чем по сравнению с италией а перейти в сприт тирамису уже по всему миру распространился вот это кофе нет так и называется в честь хозяина подроки антонио подроки открыл семьдесят седьмую кофейню и самое важное после университета что еще надо ректора профессора студенты гости венец и все туда не закрывали двери ночью принимали гостей еще ночью и вот когда последний представитель умер и не было детей не было семи то тогда оставили муниципалитетом наследство это кофейню но с одним условием не закрывать двери ночью с двухтысячного восьмого года стали закрывать началась уже проблемы экономические и инфляции и поэтому стали закрывать и третье прозвище падуя без имени святого без имени потому что вы только отправляетесь и начинаете спрашивать где собор вас всех направлять к собору святому антонию это самый быстрый канонизированный святой в мире святой антоний он из португалии христиан святой антоний отправился из португалии он был большим другом святого франциска ассистского вот почему и религиозный ордер францисканцев благодаря этому святому который был основан он про франциска даже в венеции и вот они подружились он приехал из португалии сюда жил только шесть лет в падме за это время очень много посещал и центры италии проповедовал и милю романю и он очень много времени постился поэтому очень много чудес происходило он излечил людей но из-за того что тело уже он 36 лет он много не кушал и поэтому тело уже было никакое да то есть снижение тела все это и многие заболевания ниже были паломниками не пешком проходили все поэтому еще за счет этого на последней проповеди перед смертью он умер 13 июня а в апреле месяце на пасху он собрал 30 тысяч человек на проповеди он всегда проповедовал на периферии папы то что было территорий сохраняется в соборе камень где он садился и вот во время этих проповедей происходили чудеса и потом до сих пор самые востребованные которые куда мы отправляемся с большими проблемами у святого антония излечивается люди до сих пор единственное место где разрешат прикладываться к матерям святому антонию так вот святой антоний он основал францисканский ордер младших и он считается врач церкви он писал проповеди воскресные проповеди на праздниках тоже проповеди и помогать где-то рождение еще у кого большие проблемы очень помогают когда идут туда молятся или любые ваши просьбы пишите на бумаге бросайте туда ворных сколько пожертвований сколько ваша душа желает из-за вас священники это интернациональный собор и священники читают на любом языке мира и молиться за вас очень быстро исполняется ваши желания и очень многие излечиваются поэтому когда вы в алтарной части приходите фотографии всех тех и записки благодарность что действительно случилось чудо и люди лечились потом значит вот это самое ценное мало кто знает дорогие мои как был основан город город падая считается сестра рима но никто не говорит и ватикан очень много чего из архива отправил на огонь документов чтобы не было соперничество с римом потому что когда была основа на этой территории город и вообще многие племена которые они передвигались да по всему по всей земле для того чтобы находить более хорошие условия для жизни также как вене ты и уганские племена вот 13 века до нашей эры когда сгорела троя два героя убежали они и антенури они вместе на судно через адриатическое море попали в гавань попали самый конец где приблизительно венец и через лагуну и вышли сюда через реку покину они и вышли у падая очень много рек вокруг одних холмы хорошая территория и вышли здесь и антенури основал город падая местность маленькую город местном они что-то ему не понравилось и хотел дальше спускаться на по нашим территория внизу и до центра это и он основал потом рим так чтобы не было противовес потому что выходит что что тогда падая была в начале перед римом и чтобы не было вот это вот сгорели и отправили все сейчас этих документов невозможно найти так вот антенури считается герой основоположник пады но как местность как маленькая сельская местность только с четвертого века нашей эры патрионе из пады по еще за счет этого смешивается пресная вода наших рек солеными водами дорогая моя да надо садится то видимость плохая капитана и за счет этого процент соли только 30 процентов и можем что-то выращивать если бы не было вот этих рек ничего невозможно растить на этой территории сумасшедшие деньги поэтому не каждый может себе позволить жить на эти острова и что представляет с собой наша территория вот с нашей правой стороны адриатическое море у нас наш залив лагуна соединяется с морем через три ворота с правой стороны западные посередине и потом восточный поблизости к сан-марку поступает вода через восточные ворота специально углубляли каналы чтобы поток был очень сильный чтобы поступала чистая вода это у нас прилив за 6 часов поступает чистые воды отправляем через глубокие каналы на территорию мелководи там чистится плохо вода потом через эти воды начинается отлив через каналов венеции через другие ворота возвращается обратно в море то есть прилив за 6 часов ответ за другие 6 часов и за 12 часов чистится все наши острова 118 островов на территории лагуны это 9 процентов нашей территории наш залив занимает 450 квадратных километров 9 процентов 118 островов 11 процентов глубокие каналы вот смотрите мы сейчас отправляемся через глубокие каналы они обозначаются фарватерами древесина который стать из торчит из воды это у нас фарватеры остается 8 50 процентов это мелководие мелководие у нас от 20 или 30 сантиметров до одного метра вот почему венецию никто не смог завоевывать то что никто не знал где глубокие каналы а сейчас с нашей правой стороны вот эти острова есть частные есть муниципальные есть которые продаются но к сожалению единственное что когда приобретаем такую недвижимость мы знаем что очень многие деньги всю жизнь собираем на реставрационные работы с правой стороны у нас остров джудека называется джудека слова джудеи евреи когда евреи узнали что на был основан новый город с 811 года перевезли резиденцию правителей с материковой части просит разрешение у венеции и как не принимать евреев они финансировали торговые дела почему переехали с материковой части люди здесь римская империя падает западная римская империя хотят спасать жизнь просит разрешение у восточной римской империи то что формально территория принадлежала восточной римской империи дают разрешение 421 год и должны были выбрать дату 25 марта 25 марта для римлян это возделывание земель новый год и совпадает с религиозным праздником благовещения святой дьевы мария поэтому этот день который был избран как основание территории уже самого начала был избран такой святой образ святая мария и есть еще божественный образ венеры вот два образа которые олицетворяют венецию поэтому с того момента начинает здесь жизнь пятого века люди когда переехали не было плодотворных земель невозможно было выращивать ничего уж тот момент возвращаться обратно но не получается на материковый часть военные действия продолжаются с 5 по 9 века и тогда они поняли что надо основаться здесь выбрали самый высокий остров и площадь сан-марко перевезли резиденцию вот так основывается новый город когда они бежали сюда с войны не было плодотворных земель не было ничего и понимать что надо заниматься торговлей но нет денег на это поэтому когда евреи просятся и понимать что его евреев они финансировали торговые дела стали принимать подарили остров назвали в честь и вот с правой стороны у нас джудека и здесь поселили евреев но когда люди занимаются торговли некоторые не возвращались обратно пираты военные действий и тогда надо вернуть долги да еще с процентами евреев стали убивать нет евреев нет долгов венецианцы понимать что надо дать безопасность потому что если нет убегут а кто будут финансировать торговлю и поэтому отправились этого острова евреев выбрали маленький остров где было удобно проверять всех а там занимались литейными делами слить на латынском языке звучит джетаре освободили от литейщиков поселили евреев и вот с 1516 года это был первый гетто в мире от слова джетаре литейные дела и в мире до сих пор там живут 500 евреев вместо 5000 как в те времена 9 10 и 5 синагогов действующие до сих пор музей еще который рассказывает о жизни евреев дети учатся на иврите детские садики единственного евреев было кладбище на острове до венеции из четыреста века стали хранить там а сейчас посмотрите с вашей правой стороны это здание большой кирпичная бывшая мельница из швейцарии переехал сюда человек джорджи стуки и здесь мололи зерно которое поступало с материковой части но дорогие мои это посередине 19 века он не вовремя платил зарплату было 1500 рабочих поэтому один из них сумасшедший убили джорджа стуки если среди вас предприниматели то имейте ввиду этого больных на голову много лучше платить зарплату во время остался сын молодой он не знал как хорошо вести эти дела поэтому это все обанкротилось дело потом это здание становится тюремным зданием потом освободили тюремщиков на данный момент пятизвездочный отель и очень значимый отель здесь проводится конгресс и приезжать весь мир участвует на эти выставки и конгрессы но только не мода мода только в милан с правой стороны на здании написано фортуни человек мариану фортуни испанец приехал с мамой страдал астмы из испании приехали сюда он занимался он был очень такой умный парень и изобретательный многие ткани которые придумал и здесь и до сих пор единственное место где производится ткани венеции он тот первый человек который придумал плейсировку с 1909 года это у нас запатентировал мариану фортуни эти работы до сих пор вы особенно сейчас на данный момент у нас это плейсировка как раз в моде и есть даже очень многие отели отели зданий которые принадлежали мариану фортуни он очень любил вагнера поэтому прекрасную музыку слышала и творил под этой музыкой свои новые идеи свои новые изобретения по поводу ткани по поводу даже драпировок для сцены и много чего в театре меняется с ним с драпировками а сейчас с нашей левой стороны собор который мы видим святой марии и розарио написано на остановке перед собором за три плоты вот ревесина через пять руки рек из альп они отправляли через этих русел сюда отсюда с этой остановки отправляли в разные стороны если для суши создать суши строительных работ или судостроительный судоремонтный завод оси канала 19 метров глубина называется канал от острова джудека канал джудека так вот собор с правой стороны в честь иисуса христа построили во время 2 2 периода чумы построили в активный собор молились и так они думали что спасутся от этого заболевания собор построил андреа палладио архитектор который работал вечеринцы дорогие мои классическом стиле и вот мы 3 воскресенье июля месяца строим через канал мост мобильные железы и отправляемся туда на богослужение остров джудека как мы видим не соединяется с остальной венецией мостами мобильный мост только на тот праздник строится а вот накануне этого праздника перед нами смотрите там уже площадь сан-марк это самое широкое место которое открывается и здесь выходят все лодки венеции пляшут танцуют кушать традиционные блюда с 5 часов вечера в субботу накануне в 11 с половиной ночи найти начинается с валюты фейерверки в полчаса до 12 часов ночи потом все лодки выходят в открытое море опять же в плесне танцы утром воскресенье домой венеции проходят через мост идут на богослужение молятся чтобы это заболевание не вернулось обратно венеции и потом все спать домой единственный день в году когда венецианца не увидишь на улице с нашей левой стороны другой собор в честь святой марии во время третьего периода чумы в 1631 году когда в венеции кушали кошек и построили собор тоже в один и тоже подумал о том что молясь святой марии построить собор в честь нее заболевание прекратится и действительно так было за год венеция погибла и умерло 50 тысяч местных жителей а венеции жила 150 3 часть построили собор архитектор балдасаре лангена самый яркий барокский стиль на нашей территории только начали строить и прекратилось заболевание только вход со стороны большого канала там у нас уже большой канал который разделяет венецию на две части а посмотрите шар в конце острова торсо дуру с левой стороны у нас башенка белый там шар наша планета и внизу два атланта держит эту тяжесть как будто держим мы этот шар у нас чувствуется вот эта тяжесть подразумевается наша планета земля и важную роль венеции в торговле самую важную роль в торговле выполняла венеции она находилась на границе между востоком и западом и потом через венецию отправлялись сюда добро в западной европе оттуда и женщина которая на нашей планеты держит парусник в руках прозвище фигуры удача фортуна вот она показывает с какой стороны ожидать нас удачи сегодня в нашу сторону видите счастливые люди на самом деле это метеорологическая станция так как крутилась эта фигура и парусник понимали с какой стороны ветер и ожидали уже наводнение готовились к этому сейчас нашей правой стороны дорогие мои вот святого георгия великого острова развивается современный искусство новые идеи которые поступают со всего мира весь мир участвует в этом конкурсе биеннале а сейчас нашей левой стороны посмотрите две колонны на площадь это ворота венеции колокольня с левой стороны колокольня святого марка самое высокое здание 98 метров 60 сантиметров на самый верх архангел габриель это колокольня дорогие мои это не оригинал это копия на что оригинал упал упал в 1902 году простояла колокольная историческая 1014 лет упала и право вниз вот так осыпалась и упала вниз за счет того что не было гром от водителя на самый верх колокола и когда гром молнии молнии попадали туда начинаются трещины никто не думал что когда упадет не реставрировали вовремя и упала потом за 10 лет приподняли строили как оригинал это копия и 1912 года радует а сейчас посмотрите часовой механизм между двумя колоннами часовой механизм это очень важный аргумент так показывали как развивается венеция часовых мастеров было очень мало и две колонны на одной из которых крылатые в этом здании первая театральная опера в мире была сочинена в 1600 вещи и выходим